добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте вместе с вами сегодня рассмотрим вот такой интересный экземпляр который мне сегодня привезли привезли 3 батареи 2 из них оказались замкнутые в чем интересность этой батареи нужно будет разобраться вот с такой причиной сделал карту плотности и судя по карте плотности плотность у нас двух банках 120 в четырех банках от 1 30 и в одной баночке 131 в 3 банки ну толком выпытать у владельца мне ничего не удалось здесь возможно два варианта развития событий либо две банки у нас начали активно деградировать либо все-таки кто-то никто залил в эти четыре банки электролит уровень электролита очень маленький уровень электролита ели кое-как прикрывает пластинки вот буквально один сантиметр в этой банке и в этих банках мы видим уровень слегка выше так это четвертая баночка у нас тоже маленький уровень здесь слегка 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 уровень завышенной и при всем при том показатели у батареи мы будем так говорить вот еще рабочие давайте смирим сделаем замер так 1250 ну показывает 71 процент по суху 1059 показывает пусковой ток нрц 1268 и сопротивление 260 перед этим я делал замер и были вот такие показатели но возможно разброс в показаниях прибора а возможно не плотно были накинуты клеммы судила в том что в любом случае с этими прежними показателями хоть с этими которые мы сейчас увидели батарея как бы показывает указывает на то что она еще рабочие батарея двадцатого года это наш казахстанский производитель next батарейка кальций кальций план действия такой две баночки мы прикроем с четырех баночек буду делать отбор до поверхности пластин и будем производить доливку заливку водой дистиллированной соответственно сейчас я это сделаю и и расскажу вам что почем и сколько пришлось долить в эти банки и так сделал отбор и произвел заливку дистиллированной водой значит что у нас суммарно получилось в этих двух банках отбор делать не стал долил по 90 миллилитров воды в этих трех банках отобрал по 100 миллилитров больше не удалось так как до пластин и в этой банки было отобрано 100 почти 130 миллилитров и во все банки я долил по 330 миллилитров внимание 330 миллилитров дистиллированной воды работать буду на кулоне 720 сейчас поставлю ее на заряд и покажу настройки с которыми я буду работать если мои подозрения и предположение окажутся верными то возможно в процессе работы нам придется сделать еще одно возможно возможно даже не одну корректировку по плотности и так давайте закину зарядный бокс батарейку и будем включать зарядное устройство зарядной боксе а а теперь давайте займемся настройка на нашего клонщика так основной заряд 14 7 вольт 8 ампер до 8 ампер и время заряда ограничим 40 часами до заряд ставим на 16 вольт и установим 5 часов примерно такие параметры у нас на клоне многие меня спрашивают почему пишу мало роликов друзья ну для того чтобы пилить ролики нужно творческое вдохновение которое у меня иногда отсутствует на текущий момент я просто хочу спать вот час бахнуться бы на диванчике кимарнуть часок весенняя какая-то расслабуха но страна требует подвигов поэтому продолжим нашу коляску так включил накинул клемму и давайте посмотрим что же у нас там кулончик нам показывает все 8 ампер погнали и резко пошло у нас резко пошло набор напряжение пусть он набирает посмотрим сколько примет эта батарейка и в процессе работы нам придется возможно делать перенастройку нашел кулона чтобы вытащить с этой батареи все что в ней должно быть и все что в ней осталось если мои предположения сбудутся от неправильно обслуживание ну давай кулон добрый путь работой а я наверное поставлю чай йог чайку бахну чтобы они чтобы мои очи не сомкнулись сначала заряда прошло 450 почти 25 ампер кулон отдал нашей батарейке и что мы видим вот первая баночка которая у нас была отстающей плотность мы еще чуть добавили плотность у нас 115 и мы видим что практически кипение в ней нет так блин как бы туда посетить что вам было видно да да но это хорошо будет видно на четвертой банке вот первая четвертая банка которые отставали слабое кипение в остальных банках кипение у нас проходит на отличном уровне так во всех остальных банках у нас плотность 120 нет 119 119 в четырех банках в двух банках плотность также отстает 1 15 в первой и четвертой баночки собираюсь домой и я наверное не рискну хоть и нет термометрии на батарее рисковать не буду оставлять эту батарею также не буду на ночь не буду сейчас отключу ее от заряда дам ей ночь отстояться и завтра с утра вновь начну с ней работу за это время в четырех баночках электролит должен перемешаться часть его поднимется и уже исходя из той плотности будем делать какие-то выводы возможно опять будем из этих четырех банок делать отбор и подтягивать к этим двум отстающим ну давайте окончательное решение будем принимать утром надо обдумать эту ситуацию ситуация не равнозначная не неравнозначная а не ординарная с этим я думаю многие могут столкнуться поэтому давайте будем искать пути решения из этой проблемы друзья с утра у меня получилась небольшая запара забрали меня на диагностику в приемный пункт и поэтому не удалось сделать утреннее включение записи так просто подключил зарядное устройство и меня утащили с моего гаража так но после этого после начала заряда прошло 4 часа 50 минут в том же продолжаем работу в том же режиме и давайте посмотрим что у нас с нашими с нашей батарейкой так вот эта баночка у нас которая в отстающих давайте глянем так ну прибавка в одну точку у нас получилось в общей сложности мы проработали 9 часов вчера я не рискнул оставлять на ночь что-то мне подсказывало что это не стоит делать а я доверяю иногда своей интуиции лишний раз перестраховаться никогда не помешает лучше перебздить чем недобздить так говорят тем более батарейки сейчас нынче очень дорогие и угандошить ее клиенту мне тоже неохота так ну здесь у нас как видим уже 126 плотность в этой баночке в которой в которой было 131 126 в этой баночке было 1 так 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 бляху муха 2 130 неправильно наклеил наклейки блин и здесь мы видим то же самое также видим 126 ну что ж будем продолжать работу будем продолжать запись и сегодня я скорее всего также буду эту батарейку отключать завтра у нас светлая пасха на работе я возможно не появлюсь хотя можете появлюсь в паску навещу наверное родителей выпить не получится отметить паску но посмотрим что будет дальше с работой завтра возможно устрою себе выходной поэтому сегодня дождусь окончания рабочего дня опять сделаем еще один замер и оставим батарею в отстой на сегодня друзья достаточно 7 часов 26 минут с этой батареи сегодня проработали 38 ампер она скушивая ну будем так говорить скушивая половина конечно ушел не на полезную работу а так на прогрев гаража так и зарядный ток у нас упал до 4 3 ампера сегодня на сегодня достаточно эту батарейку я оставлю оставлю на отстой она будет отстаиваться двое суток и как видим 127 плотность у нас в тех банков которую мы залили по 330 миллилитров водички а то которая была у нас ну потихонечку пошла 117 в той который был 120 плотность залили 90 миллилитров воды и плотность вырос сейчас поднялась до 117 после заливки было 113 нас уже не помню так ну давайте посмотрим на термометрию сейчас возьму пирометр и так батарейка абсолютно холодная с этой стороны вот это 21 градус чуть чуть есть изменения 19 18 так вот это вот что за баночка у нас 21 градус так это у нас вот эта баночка так ну давайте посмотрим что в ней ну как видим тоже 127 реальных 127 поэтому два дня пусть батарейка отстаивается и затем продолжим работу с ней дальше так отключаем зарядник переодеваем носочки парад на выходные и дуем до дома итак друзья наша батарейка отстоялась сутки и где-то 16 часов прежде чем начать с ней дальнейшую работу давайте снимем показатели по конвее и нам это нужно для того чтобы посмотреть на динамику итак мы видим 79 процентов по суху 1118 ампер пусковой ток и сопротивление 247 добрый день нрц 1275 приезжали клиенты немного сбили меня с понтовойку смысле так ну видим явное продвижение видим явную положительную динамику опять клиенты подъехали нет а нет видим явную положительную динамику нашей работы поэтому будем потихонечку двигаться дальше давайте замерим плотность вот эти две контрольные баночки у нас которые две первая и четвертая у нас отстающие и остальные и банки которые у нас идут вперед и так видим мы плотность после отстоя один двадцать восемь с половиной в тех банках которые опережала почти 129 в этой баночки давайте замерим которая отставала и здесь мы видим плотность 119 теперь давайте замерим уровень электролита порядка трех с половиной сантиметров порядка трех значит продолжает работу будем следующим образом так хочу внести некоторую я ясность почему я заливал именно по триста тридцать миллилитров и по 90 у меня я стараюсь большие батареи делать заливки кратные 60 миллилитров то есть у меня шприц 60 миллилитров и из этого следует что в эти банки я залил по пять с половиной шприцов в эти банки было залито по полтора шприца теперь мы будем делать отбор и отберем по три шприца с четырех банок плотность в этих банках у нас еще явно обгоняет отстающий поэтому будем делать дальнейшую корректировку и отберем по 180 миллилитров электролита и сделаем доливку 120 миллилитров дистиллированной воды в каждую банку давайте займусь корректировкой и после этого опять поставим на запись и я покажу настройки с которыми мы продолжим нашу работу итак по намеченному плану произвел корректировку давайте включим зарядное устройство и посмотрим на параметры с которыми будем работать итак основной заряд 14 7 также оставим 8 ампер время заряда 40 часов до заряд поставим 16 ампер ой 16 вольт и 5 часов подключаем ну что хочу сказать по вот этим этому алгоритму который я выбрал почему именно такой алгоритм постараюсь обосновать и рассказать более подробно значит одно дело друзья когда мы имеем новую батарею или знаем ее историю но такое бывает к сожалению очень редко и в работе аккумулятор . бывает задачи с тремя неизвестными привозят батареи которые были в эксплуатации там два года бывает три года но независимо от срока эксплуатации но дело в том что приходится додумывать иногда на основе даже интуиции делать какие-то предположения и из этого выстраивать план работы с этой батареи почему с этой батареи мы будем работать таким образом вернее построили работу таким образом как видим показатели были параметры которые я о которых я рассказал в первой части исходя из этих параметров было понятно что невзирая на то что батареи всего 22 с лишним года батарейка она как бы не вытягивает на те параметры которые она должна показать по состоянию пластин по общему виду пластин по состоянию электролита было видно что батарея она работала не очень много эксплуатировалась но как бы не в щадящем режиме и две баночки две баночки у нас отставали 4 банки было очень сильное опережение и уровень электролита немножко отличался в этих четырех банках он был выше чем в двух банках которые были у нас отстающими поэтому мной было сделано предположение что в эту батарею был долит даже не электролита скорее всего кислота концентрированная кислота и поэтому исходя из этих параметров я принял именно такое решение надеюсь она будет она это решение совпадет с регламентом работ которые мы будем производить теперь по заряду заряд у нас батарея берет и берет на минимальных на основном заряде то есть батарея принимает у нас заряд вот сейчас мы уже проработали с аккумулятором 4 минуты и ток потихонечку начал падать и как видим по току он уходит нехотя то есть батарея принимает заряд при всем при том что как бы батарея у нас была заряжена и из этого еще какие выводы значит если было был залит электролит у нас немножко давайте в теорию опустимся возьмем за основу вот пример вот это у нас вот это у нас пластина если вы вскрывали аккумулятор то знаете что пластина они армированы на именно по периметру на вокруг в окружности пластины толще чем внутри мы знаем что электричество электрический ток проходит только по поверхности пластины исходя из этого батарея у нас была не полностью заряжена но быстрей очищается от сульфатов то часть пластин которая именно по периметру на поверхности внутренняя часть у нас отходит от сульфатов гораздо тяжелее и дольше при завышенной плотности откисать сульфатом некуда как они висели на этих пластинах так они висят и что у нас происходит при заряде та часть которая у нас имеет утолщение здесь у нас сульфаты отходят быстрее чем изнутри но в процессе заряда в процессе заряда появляется вторичный электролиз именно по периметру у нас возникает обильное газовыделение то есть электролит начинает распадаться на водород кислород соответственно выделяется вода и часть серы оседает на этих пластинок поэтому мы видим угасание батареи те банки которые у нас отстают они не могут набрать они могут догнать те банки которые идут с опережением так как в них процессы происходит медленнее за счет меньше плотности и потихонечку потихонечку вот таким как тихим сапом мы эту батарейку будем вытягивать ну что ж хотел мысль сформулировать но так толком и не смог пишите в комментариях что вы думаете по всему этому поводу и в комментариях я постараюсь ответить и сформулировать пишу ролики в один проход я друзья я не блогер повторюсь стоим батареями легко работать очень легко и просто но для своих роликов я выбираю именно те моменты с которыми могут столкнуться автовладельцы аккумулятор щеки и обычные обыватели и возможно вот эти задачи придется рано или поздно кому-то решать ну и как известно лучше учиться на чужих ошибках чем на своих как видим ток начал у нас активно падать и поэтому будем смотреть как будет продвигаться наша работа давайте замерим еще раз плотность после корректировки как видим плотность 120 но это на поверхности возможно придется сделать еще одну корректировку почему долил отобрал 180 и здесь у нас 119 отобрал 180 одолел 120 миллилитров это для того чтобы пасти постепенно нам уравнять выровнять вернее уровень электролита по всем банкам чтобы у нас чтобы он был у абсолютно одинаково друзья кому не нравится как я бэкаю мэкаю можете просто перейти на другой канал и не смотреть мои ролики единственная просьба не пишите гадости в комментариях это мое пожелание ладно продолжаем работу итак кулончик перешел по прошествии 3 часов 20 минут в режим до заряда но вот такой режим до заряда мне честно говоря совсем не нравится вот это вот дрочивого по отношению к этой батареи она неприемлемо поэтому сейчас я перебью настройки и мы продолжим работу в основном заряде с этой батареи значит перебил я настройки на основной заряд теперь у нас 16 вольт и 8 ампер почему именно 8 ампер они девять с половиной как бы пять процентов но будем так говорить с этой батареи нам нужно работать щадящим режиме исходя из того что полной емкости в этой батареи уже нет поэтому небольшое отступление от максимального тока мы можем себе позволить и время заряда я установил в пять часов пять часов основного заряда и два часа до заряда также на 16 вольтах или вольтах как правильно не знаю ну ладно три часа у нас запасе еще как бы есть теперь с этой батареи будем работать до упора и проблема еще в том что вот недостаток куона в том что напряжение напряжение хранения у нас сейчас выставилась 14 1 вольт ниже я опустить не могу хотя желательно опустить это значение до 13 7 13 половиной вольт это оптимальный режим хранения как бы для таких батарей но в принципе 14 1 вольт с натяжкой с натяжкой будем так считать он в данном случае нам тоже подойдет и так продолжаем работу с этой батареи рабочий день закончился и наметилась тенденция к снижению напряжения зарядный ток у нас не падает напряжение окончания заряда у нас сразу вырисовалась нарисовалась вернее 15 7 и теперь напряжение упала до 15 с половиной поэтому батарея она забита будем так говорить не разгоняется насиловать мы ее не будем на сегодня мы и отключим от заряда и давайте смирим измерим замерим плотность в этой батареи что нам дала сегодняшняя работа с ней 4 баночки мы корректировали водичкой и так плотность у нас в этих баночках ну один двести семьдесят пять почти 128 так ну-ка давайте отстающую баночку посмотрим отстающая баночка один двадцать также один двадцать когда нам не хотелось но плотность вот такая плотность в этих банках не растет так на сегодня работу с этой батареи мы завершаем и следующий этап начнем завтра утром батарейка отстояла 16 часов давайте замерим плотность наших контрольных банках ну в этой баночки 121 у нас отстающий в этой баночки 128 значит сейчас этих четырех банок которые опережают у нас в опережении сделаем еще один отбор буквально по 60 миллилитров до 128 по 60 миллилитров и продолжим наш наши зарядные манипуляции отбор сделал по 60 миллилитров и добавил все таки по 120 миллилитров дистиллированной воды потому что по 60 миллилитров был сделан отбор и плотность сохранялась на уровне где-то 123 124 как добавил 120 миллилитров вернее еще добавил по 60 миллилитров каждую банку и плотность сверху батареи вверху батареи где-то а в районе 121 что ж он подключил заряд зарядное устройство накинул крокодила давайте включим зарядник настройки прежние без изменения и посмотрим как поведет себя батарейка сегодня продолжаем нашу обработку буквально через 11 минут батарейка легко набрала 15 9 вольт будем ждать возможно доберется все-таки она до максимальных значений 16 вольт а возможно это будет считаться напряжением окончания заряда на этой батареи это промежуточное включение будем смотреть на дальнейшее поведение этой батареи и вот как видим через 40 минут началось снижение напряжения блин прям стихами заговорим снижение напряжение так поэтому давайте ограничим напряжение 15 и 8 семью вольтами или вольтами и пусть об она тут же упала до 15 7 давайте уменьшим еще до 15 7 вот так вот ты смотри что творится на царице маленько пусть таком режиме кулон работает с этой батареи мы будем мониторить плотность электролита в тех банках которые опережали и в тех банках которые отставали был на выезде и пока был на выезде часа три наверно меня не было приехал у нас все закончилось то есть основной закончился основной заряд два часа было до заряда и батарейка перешла в режим хранение так друзья давайте замерим плотность замерим плотность что у нас с контрольными баночками так опережающая банка опережающая банка у нас 127 плотность отстающая баночка отстающая баночка 125 уже ближе к телу уже ближе к телу уже хорошо великолепно две точки у нас отставание вместо вместо 10 две точки так отключаем зарядник даем батареи отстояться до завтра и начну я с ней по тому же принципу завтра продолжим с ней работу в принципе батарея уже готова к тому чтобы ее отдать клиенту но проведем еще один цикл пока клиент меня не беспокоит не дергает надеюсь завтра тоже не позвонить не приедет но если даже приедет придется отдать в таком состоянии ну как видим плотность у нас подлетела подошла подровнялась подогналась так но рабочий день у меня сегодня закончен произвели очередной отстой 16 часов давайте сделаем замер плотности наших контрольных банках вот эта баночка у нас отстающая 125 отстающая и баночки которые опережали 128 полных 128 полных 128 поэтому сейчас сделаем отбор еще одну корректировочку сделаю буквально по 30 миллилитров отберу с 4 банок и добавлю дистиллированную воду и продолжим работу с этой батарейки сделал корректировку отобрал по 30 миллилитров и по 30 миллилитров добавил дистиллированной воды так для полноты и ясности картины давайте произведем диагностику и посмотрим на динамику какую сторону двигается наша батарея 1250 ампер вот смотрите после отстоя мы уже видим 96 процентов и 1227 ампер сопротивление 225 225 нрc 1285 это друзья после отстоя то есть батарея уже потребует к своим уверенным отличным показателем 225 так сейчас ставим батарейку опять на заряд сохраняем прежние показатели давайте посмотрим какие у нас показатели на нашем кулончике так основной заряд у нас был 15 7 давайте поставим 16 вольт основной заряд вот так вот как он подгребет время заряда также ограничим четырьмя часами и до заряд у нас 16 вольт и ограничим двумя часами ток до заряда 4 ампера ток основного заряда 8 ампер и хранение у нас так 14 7 но нам хранение уже не понадобится 14 1 нам не понадобится хранение а потому что сегодня с этой батареи я думаю будет работа закончена сейчас произведем еще один до заряд и этого будет вполне достаточно даже если будет разброс по банкам у нас в одну точку то ничего страшного это допустимо отправим батарейку в плавание в эксплуатацию и поговорю с клиентом чтобы осенью он ее еще раз приволок ко мне и уже чтобы сделать окончательную корректировку потому что перезаряд там тоже не нужен так ну что ж подключаем батарейку и смотрим как у нас погнала как погнали наши городских ну пока все отлично так не буду тянуть кота за яйца остановлю за запись и будем делать короткие включение чуть попозже прошло 10 минут после начала работы и батарея у нас легко до прыгала до 15 9 вольт поэтому сделаем и сделаем ему отсечку на 15 9 и будем считать что 15 9 это напряжение как раз таки окончание заряда продолжим работу дальше ну что друзья прошло 3 часа 37 минут после начала последнего завершающего цикла и зарядное напряжение у нас упало но она упала уже на протяжении последних полтора часа до 15 7 вольт с 15 9 но условно высчитали напряжение окончания заряда на этой батареи 15 и 9 и напряжение у нас на надо 02 единички упала давайте сделаем замер плотности так вот это вот у нас четвертая проблемная баночка контрольные замеры делаем вот так вот видим плотность 127 127 и в тех баночках которые мы у нас обгоняли также 127 по всем параметрам нам заряд пора прекращать плотность считаю отличные ну давайте для полного для полной картины сделаем замер во всех банках так вот у нас еще первая проблемная была баночка в которой мы также видим 127 уверенных уверенных что-то на каком-то болгарском начнем разговаривать так 127 вторая баночка шестая баночка 127 отличных и пятая баночка также 127 просто великолепно и просто хорошо замечательно друзья передайте всем своим знакомым близким друзьям и товарищам чтобы никогда не заливали в аккумуляторы для поднятия плотности электролит это очень вредно для батареи электролиты имеют разную форму и если вы немножко не угадаете то пойдет реакция которая может убить батарею вот у меня вот это вот электролит весь отлитый из батареи и это буквально месяца за полтора наверно за два здесь у меня так 3 и 3 6 и 5 11 литриков 11 литриков электролита которые я делаю отбор можете представить сколько сколько это хлопот доставляет делать отбор с каждой батареи люди либо не не по незнанию либо по невежеству делают вот такие ошибки которые впоследствии и убивают батарейки так ну на этом ролик наверное буду завершать нет давайте отключим зарядное устройство дадим батарейки отстояться хотя бы пару часов и сделаем контрольный замер тестером посмотрим что нам эта батарейка выдает и буду уже звонить владельцу клиенту этой батареи что приезжал и отправлял свою батарейку в плавание батарейка отстоялась два часа ровно два часа это конечно очень мало для корректного замера но буду звонить клиенту чтобы ехал и забирал батарею я просто не знаю через сколько он припрыгает прилетит за своей батареей поэтому сделаем предварительный уже не предварительный уже окончательный замер и будем делать выводы ну что друзья как видим 98 процентов батарея наша выкатывает посоху 1315 вольт нрц сопротивление 223 и я думаю что после того как батарея остается ну этой батареи надо остается минимум 10 а то и 12 часов чем больше батареи тем соответственно должен быть длительнее отстоя и я думаю что после отстоя батарея наберет полностью раскроется несмотря на то что батареи два с лишним года так батарейка у нас ну-ка давайте посмотрим чтобы это было наглядно не помню показываю или нет двадцатого года 36 день это получается февраль двадцатого года до вас ли с небольшим года но батареи кстати неплохие это наши казахстанские батареи next батарейки как видим по прошествии двух лет выдает практически выдает свои параметры думаю что после отстоя 1250 законных пускового тока будет вот такая вроде бы незначительная как бы погрешность в эксплуатации были товарищи которые которые даже спорили со мной до хрипоты что плотность нужно повышать только электролитом для того чтобы вот мы на севере заливали только электролит и батареи у нас крутили и ходили нет друзья электролит заливается один раз жизни батареи во время ее изготовления и никуда он с этих с батареей не девается да я согласен что он преобразуется в другие формы со временем батареи плотность незначительно но должна терять так ну и давайте еще раз замерим плотность я думаю что после отстоя плотность в этой батареи вырастет до 128 до уже почти 128 в этой баночки и в отстающей давайте заглянем в отстающую да как видим почти 21 275 после отстоя батарея наберет свои заводские 128 получился опять длинный ролик снимал честно говоря без всякого настроения почему-то ну для каждого ролика нужен какой-то запал какой-то интерес сегодня ролик получился немножко унылый но это видимо так действует весна на расслабоне друзья не болейте радуйтесь жизни берегите свои батарейки и правильно их обслуживайте всем пока